Друзья, здравствуйте! Вы на YouTube-канале Роще, и меня зовут Владимир Тимошенко. И вот знаете, в эти исторические дни, на самом деле, которые наполнены кровавыми событиями на поле боя и важнейшими, возможно, даже судьбоносными дипломатическими моментами, ну, очень приятно, что у нас есть возможность пообщаться с нашим сегодняшним гостем. Это российские оппозиционные деятели, это полковник ФСБ в отставке Геннадий Владимирович Кутков. Геннадий Владимирович, как всегда, очень рады вас видеть. Здравствуйте, спасибо большое. Да, спасибо, Зарина, да, я всех приветствую вас и приветствую, и всех, кто с нами в эфире. Но он готов к разговору. Геннадий Владимирович, вот готовился к интервью с вами, и вот было 5 минут назад, попалась просто в глаза информация, от которой заявление, точнее, от которого я предлагаю оттолкнуться, начать нашу беседу. Дмитрий Медведев сделал очередное громкое заявление относительно того, что если Российская Федерация не победит в этой спецоперации, как вы ее называете, то саму Российскую Федерацию разорвут начальство. Это прямая цитата. Скажите, пожалуйста, вот подобное заявление, это как бы продолжение фактически речи Путина, как бы подготовка российского народа к тому, что эта война надолго, как вы думаете? Нет, война, я думаю, что закончится в 23-м году, победа Украины. То, что это непростыхающие или слегка простыхающие большие государственные деятели несет человек в Украине, это понятно. Но он, значит, все то, что они там сделали, захватив власть, это как раз ведет Россию к возлам. Чем быстрее Россия избавится от этой плечени, тем больше шансов на сохранение страны, на ее демократизацию, превращение к санализованным государством. Все ресурсы для нормальной страны есть, мешают вот эти вот уроды, которые за все время появляются. Включая Дмитрия Анатольевича, который, так сказать, превратился в какой-то залпе посмешище, какую-то, так сказать, подозреваю действительно сильно пьющую личность. Вот, понятно, что Рогерс неизбежен, они это начали внимать, теперь они начали вопить, что если вы победите, мы развалимся, и тогда неизвестно, что будет. Это у них там мантра пошла такая. Не надо было начинать войну, не надо было хамить всем, не надо было нападать ни на кого. Тогда они еще вгнили некоторые вреды сами по себе, но их все равно потом свернет, потому что с ними жить дальше невозможно. Они только гигантские кандалы на набег России, которые нужно немедленно скинуть, пока, так сказать, там кровь им сделали с ноги. Вот, собственно говоря, поэтому он развал России возможен, но, возможно, не потому что Россия проиграет, а потому что власть захвачена, превращена в инструменты обрабления народа, в инструменты обращения его, значит, роскошной жизни, вот этих упырей кровососов, которые присосались к ее телу. И это вот ключевая причина. Чем быстрее они исчезнут, вот эти вот уродцы во власти, тем больше шансов в России на самоскранение. Кеннадий Владимирович, скажите, пожалуйста, вы знаете, очень рад, на самом деле, что мы общаемся с вами именно сегодня, потому что произошла уже речь Путина, обращение Путина. В свою очередь в Польше находился Джозеф Байден. Давайте мы вот проанализируем. Посетильно, давайте начнем, пожалуйста, с речи Путина. Скажите, пожалуйста, что-то тлаковое, на лду, а что вы, главное, считали с этой речью? А как-то вы для украинского телевидения мягко говорите речь Путина. Это было не речи, это словесно шлухабление, так сказать, еще что-то. Жалкие, так сказать, лепет, оправдания, попытки чего-то там кому-то доказать. Это было пустословие практически в течение всех этих двух часов. Когда человеку нечего говорить, он и говорит очень долго и не палец. Ничего там не было, я заранее подсказал, если говорить, сказал. Говорит, он каким-то сказал, что ничего не будет, ничего не будет. Ему сказать нечего, он свою войну уже проиграл. И сейчас он надеется только на чудо, которое по мозгам устроится у нас. Поэтому и этот самый, не в этот, подогрев сиденья медведев, тот же там выскочил, где-то из-за плеча, чего-то там вякает. Поэтому вот что можно сказать о речи Путина? Это речь лузера, человека, который терпит поражение. И понятно, что он настолько сейчас... У нас принимает серьезные положения, что вы же видели, что раздача на новую прянику, так сказать, посвятила всяким там посылам, обещаниям счастливой жизни, на какие-то подачи, и, значит, огрызка из барского стола, достаточно большому числу граждан России. И, типа, хотел показать, что вот не только я, мой любимый, я же о вас заботчись, блин. Что же вы мне, так сказать, хотите порвать-то как туризм грелку? Поэтому все это в пользу беды. Ничего там существенного не было. Там все эти договоры, СНМ это 3D, оно же заодно не действует. По факту, по факту. Да, он де-юго действовал, де-юго, он сохранял вроде бы свою силу, а де-факто Путин, значит, он... Его-то на уже не исполняет, и вообще, до первого, он не исполняется, бен, страна, он по большому счету. Он не нарушается, но он уже не является действующим договором. Поэтому он ничего нового нет. Путин понимает, что Запад, наверное, дадает. У него остался последний шанс 24 миллиона товарища Синцепи. Кто ему скажет, куда он его пошлет, и что ему предложат. Он думал, что Запад с ним все, так сказать, все вот эти... Вот я только что недавно разговаривал с коллегами во Франции. Я говорю, они говорят, а вот правильно или неправильно наш президент. Я говорю, понимаете, ребята, вы... Вот что я говорю всегда. Вы слишком хорошо воспитаны. У вас есть какие-то представления, а вам раны, здравствуйте, переговоры на процессе, и так далее. А вы не понимаете, и ваш президент слишком хорошо воспитанный. А вы не понимаете, что Путин — это подворотник, это питерский подворотник, для которого любой нормальный тон, любые предложения означают славу. И когда там наш замечательный президент сказал, что все равно, наверное, придется Путин подписывать договор, наша пропаганда, так сказать, радость на взрыв штаты вперед побежала с лозбингами, что Путина нельзя сверкать, потому что с ним будет договариваться завтра. И никто, кроме него. Вот я говорю, поэтому любые проявления дипломантии, нормального человеческого тону общения, любые критерии человечности, они не работают в отношении с президентом России. И президент России понимает только язык силы. Это же лучше, чем матерный. Да, я понимаю, что мы матерным языком пользуемся без словаря. В русский словарь мы все-таки замядаем время от времени. Но Путин понимает еще лучше языка матерный — язык силы. И все любые человеческие проявления он насматривает от трудностей, колебаний. И Путин думал, что американцы с дрейфелями предложили ему там выход из практически для него безвыкновенной ситуации. Он их послал накрыт, нанес удар ракетами по Украине. Ну вот они ему и сказали, теперь капец, Володя. И, значит, будет все поставлено необходимым для того, чтобы закончить войну в 23-м году победы в Украине. У него последний сейчас шанс искушаться к СИ. Мы, правда, не знаем, что СИ предложит, как он ему пытается подпластить пилюлю. Мы с вами об этом узнаем, об этом послезавтра. Ну вот, пожалуй, это все, что воздалось у Путина. Надежда на чудо и надежда на товарочность. Никаких других шансов в него нет. В любом случае, я бы на месте политической элиты подумал, разменять Путина на горы телечной безопасности и какого-то перекладного периода, еще море. Еще есть окно возможностей. Оно уже, так сказать, в том формате стало в размерах меньше так, возможностей. Оно еще есть. Через 20 месяцев на захлопнуть. Так что, ребят, торопитесь, торопитесь, спешите. Потом у вас такой возможности уже не будет. Вы все будете военным преступником, для которого будет действовать только одно правило. Гаага. Вы учим в случае, если вы не сумеете, да не дай. Знаете, на самом деле, очень важный момент. Сейчас затронули относительно товарища Си. Насколько я знаю, сейчас господин Ван И, главный китайский дипломат, находится в России. У нас фотографии с Лавровым. Он делал относительно вообще позиции Китая. Все мы помним, что на Мюнхенской конференции там различные, мягко говоря, заявления, довольно-таки настораживающие делал и господин Блинкер относительно китайской позиции. Про тоже нелетальное вооружение, которое, возможно, поставлялось в Российскую Федерацию. И также про летальное вооружение, которое, возможно, будет поставляться. Насколько мне изменяет память, такая была формулировка господина Блинкена. Герой Владимирович, вот сейчас вот происходит с китайской позицией, по вашему мнению. И что все-таки, как мы думаем, этим мы услышали 24 февраля? Ну, давайте предположим, что предложение товарища Си будет чуть легче, чем подозначение консультации и озвученной позиции американцев вот в момент Раштайна-8, да? Почему Раштайна-8 мы затормозим? Теперь уже понятно по танкам. Потому что, ну, я даже слышу такие отзывы, коллег, ну, типа, подождите, ребята, может, еще и не потребуется танка поставить. Ну, как же, это было так, на полях это сказано. Вот, но когда Путин вот в ответ этих всех предложений начал проговаться, давайте я вам отдам вот эти две области, а вы мне оставьте вот это, да признайтесь, то, да признайтесь, и это, да отстаньте от меня здесь. Ну, и тут, в общем-то, сказал, по-фу-нашли, дурак. Вот. И, да, уже пошли танки, сейчас уже и Байден был в Варшаве, и Киеве, и приехал в Украину Майкл Коуэн, да? Да, из Республиканской партии очень важный деятель по Международной комиссии. Они прямо заявили, что и Ф-16 будут, и ракеты будут, и Риши Сонак заявил о том, что британсы заявили, что мы в Великобритании, а не какая-нибудь танка, если кто забыл, и ракеты мы поставим, какие-нибудь танки тоже. Вот поэтому там нет никаких сомнений, что решили Путина сейчас давать помаронку, следует уже от души, чтобы у него не было никаких иллюзий, собственно, так сказать, там все. Поэтому он думает, что вот Кси, что он может предложить? Ну, он может предложить отдать все то, что было до 20 февраля. Ну. Может поставить вопрос, ну, например, к какому-то особому статусе Крыма. Скажет Кочин, ну ладно, но все равно Крым как-то, надо дать отдельный статус, а пусть он там, ну, будет какой-то там особый статус. Вот мы сейчас придумаем такой статус, как вот, не знаю, там как Гонконг, был там 20 лет британский, но он уже, ну ладно, то есть передавался Британии, да? Вот. Ну, условно говоря, какой-то опыт какой-нибудь страны, какой-нибудь территории. Вот, давай мы политически додаем тебя в тихонечку, какое-то время по Донецку, по Луганску, а ты признаешь вину, так сказать, заявишься о готовности выполки репарации, отползешь, и, так сказать, пока тебя на время оставят. Это для тебя единственный выход. Я думаю, что товарищ Си в какой-то степени повторит на Минеганске консультационное заявление, потому что он не может сказать, что вот мы решили, знаете, отличный план, мы сейчас потолкуемся территориями, давай мы две области тебе отдадим, а две ты отдашь этим своим соседним. Да нет, ничего, побыл бы, там Украина на это не пойдет. Я думаю, что товарищ Си он должен этот внимательный изучить ситуацию, потому что на стране Украины и, ну, сделать какие-то выводы. Я надеюсь, что китайский руководство, оно, конечно, играет своим. Путин ей роднее и ближе, чем Байден и демократия США. Но экономически они привязаны к США и к Европе гораздо теснее, там, в десятки раз теснее, нежели у них есть какие-то отношения с Путином. Ну, для чего им рвать пупок, что я извиняюсь, по-простому говорю, чтобы Путин выжил и там сократился для чьего. Вот логичный вопрос. Нафиг, он не нужно по большому счету. Ну, только в силу того, что, конечно, как только мир справится с Путином, он, кида, сильно может подозревать, что будет усилий нахер с Китая, с точки зрения, вы давайте, ребят, не микротизируйтесь, но вас нафиг. У вас тоже есть ядерное оружие, у вас тоже есть председательные претензии. Давайте как-то все-таки вырулим на новую архитектуру мировой безопасности, но без ваших вот этих державных понтов. Потому что у Китая они тоже есть. Они, может, не так проявляют себя агрессивно на внешней архитектуру, но тем не менее, потенциально опасно существует и в Америке точно хорошо понимает, что Китай это головняк XXI века. Если Россия головная боль, ну, скажем так, первой половины XXI века, то Китай на все остальное время головная боль. Вот. И вопрос как-то о демократизации Китая станет в ключевую плоскость действиями и цивилизация хочет действительно двигаться дальше, развиваться и выйти на новые качества, на новые рубежи. Но это в будущем. Поэтому, на мига сейчас находится тоже между многих огней. Вы обратили внимание, наверное, что Япония дивизирует? Обратили внимание, то есть Япония четко показывает. Ребята, я, может, недалеко, но я абсолютно демократическая страна, я в коалиции, и я вместе со всеми участвую во всех важных мероприятиях, во всех важных событиях, которые по большому счету означают, что демократии должны доминировать в мире. Япония послала очень четкий сигнал не только Европе, не только она послала этот сигнал Китаю. Вот смотри, я со всеми имею это в виду. И я думаю, что вот здесь товарищ сигнал очень хорошо продумать свое выступление, но наверняка я так понятно, что они там будут вырабатывать какую-то магистральную линию, потому что любая ошибка на этом пути для Китая тоже нам может перспективировать последствия. Поэтому думаю, что будет что-то похожее на американские предложения, может быть с какими-то там ретевоками, ревязами в сторону Путина, который, конечно, сила его диктаторских этих замашек, когда талитаризм он им ближе, к Китаю как ретарный государственный нам ближе одни, но он не является их соединительным, он не является их стратегическим соединительным. Ну да, по тактическим опросам, да, где-то проголосовали в ООН вместе, да, где-то что-то блокировали, да, где-то там договорились о чем-то, да, но вот до приемного предела, а дальше у нас расходится интереса в каждую свою. Думаю, что-то похожее в войну из-за завтрашнего позднезаврочного выступления китайского лидера. Можно себе представить, на самом деле, что даже сам Путин, безусловно, наверное, как никто сейчас ждет этого заявления, этого плана китайского по урегулированию, я думаю, для него сейчас он тоже понимает, что это, наверное, последний шанс какой-то. Вот я не уверен, что он понимает, я вообще не уверен, что он будет адекватен, он, конечно, понимает, что из меня из-за разной не пришла, да, и она будет всепожарающей для него, но понимает ли он, что на принятие такого плана позволит ему сохранить власть и жизнь, да, он увязывает власть и жизнь, как говорится, два в одном, в одном пакете, в одном флаконе. Вот я не уверен, я не уверен, потому что он может начать опять, что с китайцами, а у тех, кто за терпение, хоть оно, конечно, и восточное, достаточно долго, они могут терпеть, но тоже оно может кончить. Во всяком случае, мир точно не будет ждать, когда у Китая кончится терпение, да, если Китай предложил, какой-то маломальский, меняемая плана Путина через два раза скажет, не отдайте мне, то отдайте это, признайте это, признайте это, и признайте, что я мальчик, мне надо целовать в завтрак, в очередь вставать для этого. Ну, конечно, на него пошлют, потому что адрес посылают все остальные вместе с авторским проблемами. Поэтому, да, ситуация критическая, сейчас наступает для Путина. Понятно, что при поступлении этой техники Украины немедленно переходят в серьезную, в серьезную наступательную операцию, это даже домохозяйцам, понятно, или то, что там военным специалистам, или хотя бы кому-то политикам и дипломатам, это понятно. Ну, вот, что бы и делал Путин, он сам себя загнал, он был нахуй. Путин, как крыс, находится вовне. И он еще, и я пока не вижу выхода. Когда начинаем говорить о выходах, ну, смотрите, вот, Украина, Кубеи, понятно, она там вернет свою территорию полностью там, почти полностью, это понятно. А дальше что делал? А дальше что делал? Путин оставляет власти? с ядерными боеголовками? с безумной идеей отомстить всем. Человек сделает ваш чокнут. В этом плане он точно чокнут. Причем физическое смысле это условно, медицинское. У него же вот одна идея всем что-то доказать, а в результате вот этих доказаний у него же явно крыша в этом направлении точности. Поставить его власти стороне, начиненной ядерными боеголовками, не знаю, я думаю, что мир вряд ли так устраивает такая страсть потому что любое завершение войны очень скоро проводится короткой переменей. А дальше там что-то делать? Вот они что-то делают пока нет понимания ни у кого до конца ясного. Путин не может остаться в власти. Это вы, говорит, знает. Это мы с вами говорим. Это Байтон сказал в начале войны, если помню. Да. Его там короче говорит. Это правильная мысль. И вопрос как это сделать? Это главный вопрос. Это главный вопрос. И сделать это лучше всего руками его заклюзает. За гарантии определенные за возможные участия части допустим или в переходном периоде под жесточайшим контролем Запада, под жесточайшими санкциями, когда он будет сниматься в обмен на продвижение по возврату демократии и свободы бросили. другого варианта нет. Нет. Вернее, есть другие варианты. плохие, они хуже. Они еще хуже. И этот не очень хороший. А остальные еще хуже. А для этого варианта, который вы озвучили, который был бы оптимальный, я с вами совершенно согласен, тут нужна воля. Это или воля? Ну нет, воля нужна конечно, но еще нужно осознание и понимание, что вот этот токсичный, обновленный в Кремле настолько токсичен, что риск проявить политическую волю меньше, чем лишиться с ним всего, включая жизнь. Вот люди должны понять, здесь на риски есть, но очень серьезные, но вот тут точно жопа, а тут еще можно побороться за счастливое будущее, хотя бы частично счастливое будущее. И вот они должны понять, что вот это вот вариант насоченный неприемлемый, оставаться вместе с Путиным, в стране превращенного в зажгерной крепости, начиненной ядерным боеголовками, готовящимся, готовящимся через 2-3 года отправиться к войне. Очень бы хотелось, чтобы внутри кремлевского окружения уже появлялись люди, или по крайней мере с ними какая-то из сторон серьезных уже вела некие разговоры относительно того, что этот план нужно осуществлять. Но время не вести ведется. А мне есть надежда четко, что может быть такие консультации уже идут, они же не могут быть публичными. Конечно. Если они идут на море строго и сложащей конференциальности, я бы очень рад. И мне совершенно не говорю, что в этом может не участвовать российская оппозиция, лишь бы они шли. Лишь бы, как говорят, наши это очень хорошие были бы нового варианта. И уже я думаю, что не было бы такой ситуации, как с генералом Унтером в 44-м году, в котором прикрыли с оберегалом с советниками. Там были серьезные противоречия в коалиции, а здесь нет. Здесь мира нет. Поэтому дай бог, чтобы они шли потенциальные возможности для этого нет. Я в любом случае призываю часть политической элиты России осознать безвыкотность ситуации полные провалы и мазмата потери жизни и свободы при Путине. Ну, пусть думают дальше сами. В конце концов, чем понимаете, сколько можно предупреждать. Хотят в жопу, пусть идут в жопу. Геннадий Лунинерич, вы знаете, вы с вами в последний раз общались около месяца назад. И есть такой вот, сейчас анализирую то, что вы говорите, есть колоссальное изменение даже некого настроения нашей беседы, потому что тогда, месяц назад мы с вами общались, еще было очень много вопросов за счет некого единства, скажем так, всего цивилизованного мира. Они все-таки выявили. Я в это верил всегда. Но все равно сейчас, сейчас у вас лучше настроение и более прослеживается сразу вот после визита после Рамштейна, после Рамштейна. Вот все произошло между Рамштейном и Рамштейном, и Рамштейном. То есть была сделана последняя попытка достучаться до здравого смысла Путина. Они постучали, но там оказалось дерево. Вот, и мир понял, что с деревом общаться бессмысленно. Предупреждения закончились. В общем, да, то есть мир сделал окончательный вывод, и вот то единство, которое было политически, концептуальным, финансовым, военным, оно превратилось в единство побед. Я так пафосно говорю, но это все-таки другой каче. Мир взял курс, навалил победу и понимаешь, что Украина к этому готова. Украина к этому готова. Лео, Владимир, и напоследок вопрос ни в коем случае не прогнозов. Прогнозы мы оставим другим людям, тем более главное, вы сказали в начале нашей беседы относительно того, что Украина победит в 2023 году. Вопрос другого. Скажите, пожалуйста, в ближайшие, давайте возьмем временный отрезок, месяц, что будет самое главное в этот период? Как будут развиваться события, по вашему мнению? Сейчас надо дождаться документа заявления Си Цзиньпина, прежде всего это Си Цзиньпина. Да, это понятно. Я не думал, но давайте так, если мы берем инерционность, так, сейчас мы берем, что вдруг, ох, Путин осознал, ёпрс, это что же, я целый год-то не понимал ничего. Сволнов, товарищ Си Цзиньпина, это спец нашел правильные мысли, я и думаю, да? Вот, но это понятно, такой может произойти в долг чуть, но, мол, он начинал и тот злодец, как и Путин, но, скорее всего, его не будет. Если выберем инерционный сценарий, то вот этот ближайший месяц, это будет месяц последних дерганий российской армии, объявленной мобилизации, к сожалению. И это будет месяц подготовки Украины к серьезным наступающим операциям, поставки оружия, начало поставки оружия. Ну, я бы даже сказал, не месяц, 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 но пару месяцев, пару месяцев, потому что есть, называю, украинские пилоты, умеющие пользоваться Миг-29, которые нас скрестны со всей Европы, и передать это, я думаю, что вопрос решенный. На таком морально-псисологическом уровне демонтировать их, поставить объемник, привести в порядок, это все можно сделать, неплохая машина, это, говоря, очень даже в 29-й миге, собрать и отдать. И вот если сейчас уже в Британии пилоты, как заявили на рейше сутоком, на F-16 на Британский самолет, это очень хороший, ну, значит, если они учатся, значит, они не просто так, они эти машины нападут. Поэтому вот месяц-два будет подготовка Украины, на мой взгляд, серьезно, в буквально операции, отражение последних евро для российской армии, она дальше еще покажется в ту сторону, в которую мы уже видели, грубо говоря, в истории Второй мировой войны. Фронт покажется в одну сторону, и уже будет гадиться до тех пор, пока не приведет к окончательной победе и никакой результат, то есть где оккупаться, прям, слепая. Вот я думаю, что примерно вот такой кровенос я бы видел на ближайшие полгода. Владимир Владимирович, знаете, я в последнее так хочу сказать, мне очень радует динамика того, с вами всегда приятно общаться, но очень нравится динамика того, как меняется наше с вами общение в плане общего настроения бесед. Так вот, я хочу, чтобы мы, когда с вами общались в следующий раз, у нас было еще больше приятных поводов. Знаете, что я так же поверюю, знаете, что я так же сегодня. Мы же все равно и национально в общем-то переживаем все то, что переживает миллиард людей. Конечно. Вот. Как только будет заметно первые, первые серьезные успехи украинского жилом-чего. Тут мир он воспринял. И вот эта бой такая очень сильная реакция, она нужна. И мы сейчас, конечно, в ожидании новых побед от украинских героев. И ради Владимира, спасибо вам большое за интереснейшую беседу, как всегда, было очень приятно. И до скорых встреч. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.